Третий Республиканский форум молодых ученых продолжает свою работу в городе Надвугом. Второй день порадовал участников масштабного события рядом интересных и полезных мастер-классов. Работа учреждения образования в медиапространстве через аккаунты социальных сетей и мессенджеров. Реализация молодежных инициатив в сфере государственной молодежной политики. Ораторское мастерство в научной деятельности как успешное средство защиты научной работы. А также презентация научных результатов на тему, как привлечь внимание слушателя. Сегодня с участниками форума мы говорим про работу с информационным пространством, личном бренде и позиционирование себя в социальных сетях и мессенджерах. Для чего это надо? Потому что сейчас аудитория целевая, которая у нас есть в социальных сетях и мессенджерах, это абсолютно разного возраста, абсолютно разных категорий и разных интересов. Если мы берем ребят, которые занимаются наукой, это достаточно хороший способ популяризации научных исследований. Как они приходят к определенным результатам и в принципе рассказывать про процессы, которые стоят до тех ключевых результатов, которых мы уже можем все знать. Поэтому здесь мы делимся небольшими лайфхаками, которые могут нам помочь себя хорошо позиционировать в социальных сетях и мессенджерах. На мастер-классе по работе учреждений образования в медиапространстве через аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, который прошел в техническом университете, участники форума узнали новые лайфхаки по ведению страниц. Теснее познакомились с работой ВКонтакте, Телеграм и Инстаграм, а также узнали, как продвигать науку в современных интернет-медиа. Здесь достаточно легко за счет того, что очень многие социальные сети сейчас работают именно на поддержку начинающих блогеров, как говорится еще иноязычным словом, ноунеймов. Именно когда продвигается какая-то идея, о которой люди говорят. Поэтому чем чаще ты будешь заявлять о себе, чем чаще ты будешь говорить о своей идее, сама социальная сеть даже будет говорить, вот смотрите, пожалуйста, и мы его будем двигать своими механизмами. Если мы будем использовать больше новостной контент, то мы будем переходить в мессенджер Телеграм, потому что здесь как раз такие каналы больше работают на какую-то информацию. Если мы работаем по взаимодействию с аудиторией, то определенную популярность у нас все равно держит еще Инстаграм. Но на будущее, как такой небольшой совет, я всем рекомендую все равно вести страницы ВКонтакте, потому что это та социальная сеть, которая развивает свои продукты в плане как и ВК-видео, ВК-клипы. Плюс очень хорошо работает постинг и работа с сайтами непосредственно тоже через ресурс ВК, поэтому это тоже такой достаточно всеобъемлющий ресурс, который можем в принципе использовать. Поэтому, наверное, это три социальных сети, которые такие ключевые и основные. Я вот жду блока вопросов, если честно, потому что мне интересно, как можно молодым ученым в дальнейшем монетизировать продвижение нас как молодых ученых, где мы делимся своими результатами. Но мы же все сегодня говорим о том, что мы хотим еще на этом зарабатывать, поэтому хочется знать ответ на этот вопрос. А вы сами ведете на какие-то страницы? Ну, только личный Инстаграм, страничка, да. Поэтому я вот в раздумьях уже не один год. Что ж такое сделать, чтобы на этом можно зарабатывать было? В это же время в Брестском государственном университете имени Пушкина прошел мастер-класс по ораторскому мастерству. На нем участники форума покинули зону комфорта и учились не только о создании научных проектов, но и о продвижении их в массы. Ведь хороший ученый должен уметь представить свою работу. Ученый, он же не только занимается непосредственно наукой, также он выступает как популяризатор науки, как человек, который рассказывает о своей работе для молодежи в том числе, то есть как профориентационная работа. Поэтому для встреч с широкой аудиторией, для того, чтобы красиво и ярко преподнести свой проект, рассказать молодежи о том, чего он добился и каких успехов в ораторском мастерству, это очень важно. Мастер-класс настолько заинтересовал участников форума, что они вышли за рамки темы лекции. Помимо ораторского мастерства, молодые ученые обсудили успешные маркетинговые стратегии, привели личные примеры, а также обсудили технические новинки, которые помогают создавать качественный контент. Надо всегда репетировать, нужно репетировать и рассказывать маленьким детям. Потому что если ты сможешь объяснить что-то сложное маленькому ребенку, то ты сможешь это донести абсолютно до любого аудитории. Если посмотреть, то это у нас же третий форум. И мне так посчастливилось, что я как-то молодой ученый, но не совсем молодой, посетил все три. И это у нас по факту в 2-3 дня проходит интерактив. То есть мы активно знакомимся с лабораториями университета, с базой, учеными, исследователями. То есть конкретно знаем, какие тематики проходят. Это позволяет нам найти общий язык, найти единомышленников. И зачастую это позволяет подать общие проекты, БРФФИ, то есть активно развиваться. То есть это такая очень хорошая инициатива. А уже сегодня участники форума познакомятся с работой предприятий Брещины, таких как Брестгаз, Гефесттехника, Брестводоканал, Брестский мусороперерабатывающий завод, Коммунальник, Брестский научно-технологический парк и Савушкин продукт. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.